приветствую вас на канале hard reset info и сегодня у нас на канале видео сравнение будем сегодня сравнивать функционал камеры на двух телефончиках по левой стороне у нас xiaomi mi 11 по правой стороне у нас oneplus 9 pro давайте же откроем их камеры и будем тестить и будем сравнивать их функционал что тут у нас есть есть у нас разные режимы есть видео замедленная съемка панорама интервальная съемка есть фото портретные ночная сцена профессиональный режим наклон сдвиг тут также у нас есть видео профессиональный режим портрет есть еще вот можем перейти в еще тут еще куча режимов есть ночной из 108 м видеоклип панорама документы видеоблог замедление таймлапс двойное видео киноэффекты чё это такое тут вы встретите какие-то крутые киноэффекты можно прям быть этим режиссером просто купив себе телефон xiaomi чё тут у нас еще есть хдр также как и везде таймер тут можно включить выключить супер макро если нас ребят глаз здесь также он у нас есть мой есть зум здесь можем просматривать эффекты выбирать съемки также можем убирать соотношения сторон здесь можем 3 на 4 поставить можем поставить на весь экран можем поставить 1 на 1, здесь также у нас есть 1 на 1, 3 на 4, 16 на 9 и можем поставить на весь экран, также у нас есть таймер, есть кинематографический режим, супер макро, tilt shift, горизонт, эти режимы у нас уже вроде были, есть также функция i camera, здесь у нас можем тоже выбирать эффекты, также как здесь, hdr, можем здесь переключать вспышку, также давайте перейдем в настройки, посмотрим что у нас тут, на ванпласе у нас есть режим ultra shot hdr, изучает окружение и составляет оптимальную фотографию интеллектуально из нескольких кадров, интеллектуальный анализ сцены, интеллектуальный алгоритм рекомендует оптимальный эффект для текущих условий фотосъемки, есть зеркальное селфи, автомакро, можно выбрать функцию долгого зажатия затвора, также что тут у нас в видео есть следящая фокусировка, нажмите на объект съемки, чтобы активировать мгновенное отслеживание автофокусировки, высокоэффективное видео, то есть будет сжиматься видео и будет занимать меньше места, некоторые приложения не смогут его отчитать, профессиональный режим есть у нас тут, гистограмма, горизонтальная-ориентальная линия, ориентирная линия, использовательские режимы, на этом мы уже видели все эти режимы, можно включать-выключать сетку, есть даже золотое сечение, вау, можно поставить водяной знак, есть звук затвора, также можно сохранять данное местоположение, на xiaomi у нас тут тоже есть водяной знак, есть подсказки в реальном времени, уведомлять о загрязнении объектива, уведомлять о ориентации, неплохо, можно сканировать qr-коды, вау, можно исправлять широкоугольные искажения, исправлять искажения лиц на групповых фото, также есть формат hif, тоже высококачественный формат, чтобы уменьшить размер файлов, можно выбрать качество фото здесь, есть автоматический ночной режим, автоматически улучшать качество изображения в условиях низкой освещенности, есть функция кнопок громкости, можно выбрать таймер, приближение, громкость, фокус и снимок, коснитесь экрана для фокусировки, затем еще раз, чтобы сделать снимок, что делать, долгое наждать те кнопки съемки, у нас есть серийная съемка, фокусировка, записать видео, также в основных настройках есть расположение функций наших, можем изменять их, есть режимы камеры, где они у нас будут находиться, можем заменять цвета, цвета интерфейса камеры здесь, также можно включать-выключать звук, стиль звуков у нас в камере, можно сохранять место съемки, также можно включать-выключать звук затвора, сохранять предыдущий режим, также можем устранять мерцание, построить политику национальности и сбросить настройки. Такие вот у нас настройки камеры на наших, такой у нас функционал камеры на наших телефончиках. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока! Субтитры подогнал «Симон»!